Влияние рождает авторитет. Твоя жизнь наполняется опытом, и ты становишься реальным лидером. Давид был совсем молод, но он уже вел войны, обладал вот таким мощным авторитетом, вел народ как бы на войну. Это не всякому доверят вообще, понимаете, да? Он был главнокомандующим, так сказать, Израиля. Это достаточно ответственная должность. И как насчет нас? Ответственность делает тебя головою, а безответственность хвостом. Ответственность Давида привела к царскому престолу. Ответственность привела Давида к царскому престолу. А небрежность, бунт и безответственность привели Саула к самоубийству. Помните, да? Небрежность, бунт и безответственность привели к потере власти и к самоубийству. Боговедение – это небоязнь брать на себя ответственность и послушание. Я вам расскажу, как бы, случай. То есть это насчет опять я, да? Опять я. Мы когда в Садах Победы вот там инсталляцию делали, кто был в Садах Победы? Был кто-то, да? Вот там вот есть такие атриумы, которые с пятого этажа, считай, с концерт-холла до низа, до первого этажа. А наверху там стеклянный потолок. Ну, как бы, из этого. И вот там висят, если кто был, может, заметил, там есть пленки такие, пленочки, которые, они служат, как бы, играют двойную роль, как бы там, не пропускают ультрафиолетовое излучение, они специальным покрытием и служат как демпфера, то есть, как противошумные. То есть, потому что концерт-холлы, как бы там для акустических каких-то вещей, ну, нужна вот такая вот пленка. Так вот эту пленку вешал я. Потому что никто больше не хотел ее туда лезть. Вот туда метров 30 вниз и вверх метров еще как бы 10. И этот, ну, а там, когда работаешь над атриумом, над самим, то есть, там, стеклянные перила и стекла, как бы, и эти леса, которые там нам давали, они, как бы, там, несколько ярусов ты слагиваешь, они собираются из дюраликов, да? Но они все на соединениях вот так вот. И у тебя нету ни страховочного пояса, ничего. Мне директор говорил, мы это делали ночью, и директор, я говорил, дайте хоть какую-то веревку привязаться. Он говорит, слушай, если ты упадешь, там, главное, чтобы на тебя успели до приезда милиции пояс страховочный надеть. Потому что его не было просто. А там надо было вот так вот стоишь, так что ответственность, дорогие, приведет вас на высоту. Без страховки. Вы знаете, что люди, когда идут в цирк, они, вот, как бы, за зрелищность платят огромные деньги, да? То есть, как бы, для того, чтобы посмотреть, как вот эти, там, акробаты работают без страховки. А безответственность приведет вас в... Это путь вниз, короче. Путь вниз. И если ты берешь чаще на себя ответственность, ты шлифуешь свое искусство. Ты шлифуешь, оттачиваешь. Оттачиваешь свои навыки, оттачиваешь свое искусство. Я не учился петь. Я когда взял вот это служение, когда я согласился, я вообще не пел. Я не пел. Даже так вот, как Андрюша, я не пел. Андрюша еще хорошо поет. Я там себе что-то мычал под нос. И мне было тяжело тоже. Было очень тяжело. И если ты изредка занимаешься тем, всем, чуть-чуть тем, чуть-чуть всем, то поверьте, это не работает. Это никогда вас не приведет никуда. То есть фактически. Вы как бы служите, и вы можете так прослужить всю жизнь, чуть-чуть там, чуть-чуть сям. и ничего так толком и не научитесь. Работает система. Система. Работает. Когда вы каждый оттачиваете все чаще и чаще. Берете ответственность и оттачиваете свое искусство. Оттачиваете, оттачиваете, и оттачиваете. Однажды это приведет вас наверх. Ну, мы делаем это не для того, чтобы это привело нас наверх, но это принесет славу Богу. Приносит славу Богу. Когда у вас появляется авторитет, признание, влияние, это приносит славу Богу тоже. Вам не обязательно находиться где-то наверху. Понимаете, да? Мы знаем многих людей из истории, которые не обладали там властью особенно, но имели огромнейшее влияние среди народа и авторитет. Постоянство – это путь развития и совершенства. Всем, чем ты занимаешься, все, чем ты занимаешься постоянно, станет твоей профессией. Помните, я говорил, что это откровение изменило мою жизнь. Я избрал для себя путь. Я делал вот то, чем я сейчас занимаюсь. Это сначала просто так, просто служил Богу, правильно, да? И это стало моей профессией. Потому что я занимался этим постоянно. Мне говорили, ты не музыкант, ты не это, у тебя там, ты как пастырь, то есть у тебя там сердце. Я говорю, да я вообще никогда себя таким ну и не ощущал, то есть я человек, ну иногда такой вспыльчивый, то есть иногда могу когда прикрикнуть там на это. То есть у пастора должно быть сердце, вот как у Валентина Романовича, мягкое, он может как бы даже там стерпеть, там, покрыть это все. у меня еще пока не хватает этого. И это станет вашей профессией, когда вы будете постоянно заниматься одними и тем же делом, шлифовать свое искусство. ты будешь профессиональным Божьим служителем. если у тебя есть вот эта арфа, твой талант, твой инструмент, который Бог использует, твой дар, это арфа, на которой ты возносишь хвалу Богу, твои уста. Если у тебя есть эта арфа, и ты постоянно работаешь над этим, над собой, над этим инструментом, то однажды ты станешь профессиональным поклонником. Постоянство в одном деле это и есть система. Постоянство в одном деле и есть система. Все, что систематизировано в нашей жизни принесет плод. Все, что мы делаем изредка и по настроению, будет неэффективно. Мало того, оно нам может принести горечь и разочарование. Знаете, сколько раз я уже пытался бросить это служение. Хотел. Просто, ну, ты смотришь, ну, упирайся, упирайся, пытайся там, и уже как бы и людей нанимаешь даже, ну, как бы для того, чтобы, ну, обучать людей и пению, и все. И у них, ну, бывает не хватает, нету времени, нету, как бы, возможности, нету рвения. И ты смотришь на это, думаешь, ну, зачем я вот это упираюсь, как бы, ну, зачем, зачем? Затем, что Бог тебе сказал. И когда вы совершенствуете свой талант постоянно, это в определенный момент даст свой плод, оно принесет результат. Если вы будете заниматься изредка, то есть, если вот люди начинают, не продолжают, и потом разочаровываются, бросают, то есть, они думают, что все приходит сразу. Нет, ничего сразу такого. Вам никто не сказал, что все будет легко. Бог вам так не говорил. Бог говорит, Царство Божие усилием берется. Понимаете? Усилием. Так. А ну, давайте прочитаем 9 стих. Вот там мы читали 1 царство. 1 царство, 19 глава, 9 стих. И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, а Давид играл рукой своей на струнах. Представьте себе эту ситуацию. Закончилась война, да? Давид пришел, днем ты явишь милость, ночью песнь у меня на устах, молитва Богу моему, и Давид сидит, поклоняется, да? Отвоевал, пришел, как бы, злого духа изгонять. Сидит себе, поклоняется, и сидит Саул. Давид, наверное, как ангел, явил милость, и сидит Саул, короче, дома сидит, дома, дома, запомните, вооруженный. Можете себе представить, дома вооруженного человека, то есть дома с автоматом. Давид сидит с гитарой, Саул с автоматом. Ну, не смешно ли это, правда, да? Помните, Божий слуга, он защищает домашних, воюя, сражаясь с внешними, да, мы говорили, отступник, он воюет с домашними, защищая внешних. Вот это вот такая вот картина. Злой дух напал от Бога на Саула, позвали Давида, Давид там поет песни, славит Бога за то, что Бог явил милость, как бы, а Саул сидит с копьем, с автоматом, да, и думает, кого бы пристрелить вот здесь. И какое же оружие сильнее? Арфа или копье? И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, там говорится дальше. Божье присутствие, которое опускалось с неба, оно бесило, сводило с ума его, он просто безумствовал, представляете? Когда у тебя в руке копье или автомат, он обязательно выстрелит, поверьте, если человек в таком состоянии, он обязательно выстрелит этот автомат или это копье. И Саул думал, хотел уже пригвоздить Давида к стене этим копьем. То есть не получилось на войне, думаю, сейчас вот я, позовите мне по обыкновению Давида. Копье против арфы. Мы должны проверить свой арсенал, что у нас в руках, копье или арфа, с кем мы воюем, с домашними или с внешними. Арфа это инструмент поклонения, копье это орудие смерти. Писание говорит, что Давид отскочил от Саула. Дальше, там, мы сейчас не будем, вы можете дома почитать. Давид отскочил от Саула. То есть расстояние между ними было настолько, наверное, близким, это как на расстоянии вытянутой руки. Понимаете, да? То есть И Писание говорит, он отскочил от него. То есть даже когда Саул пытался его убить и был совсем рядом, то есть один поклоняется, другой сзади подкрадывается, да, и хотел пригвоздить. Но когда вы совершенствуете свое искусство, день ото дня, чем бы вы ни занимались, вы будете постоянно в присутствии Божьем, и Божий Дух, он будет вас защищать. Понимаете, да? Поэтому каким бы малым расстояние не было, Давид успел все-таки отскочить от Саула и убежать оттуда. То есть вы будете находиться под Божьей защитой всегда, даже вы, когда будете среди неправедных. Вы помните 90-й псалом? Возле тебя падут тысячи, а тебя не коснется. Это вот поклонники. Когда вы поклоняетесь Богу, когда у вас в руках арфа, ни одно оружие против вас не будет успешно. не спит и не дремлет хранящий Израиль. Какое преимущество быть поклонником? Не убоишься ужаса в ночи и стрелы летящей днем? Проверьте, что в ваших руках. Арфа или копье? Поклонение это не только вопрос наших личных отношений с Богом, но и вопрос нашей безопасности. Поклонение это не только вопрос наших отношений с Богом, но и вопрос нашей безопасности. Человек, который исполнен Святым Духом, Человек, который находится в Божьем присутствии, он недосягаем, и ни одно оружие, сделанное против него, не будет успешно. Если в твоих руках будет арфа, это не обязательно какой-то инструмент, это может быть твоим талантом, просто которым ты служишь Богу. Понимаете, да? Не обязательно. Это инструмент. Ты поклоняешься тем талантам или теми дарами, которые Бог дал тебе, и ты служишь этими дарами Богу, и ты являешься поклонником. И когда у тебя в руках твое оружие, оно отточено, ты шлифуешь это искусство свое постоянно, это служение шлифуешь постоянно, оно принесет тебе безопасность. Понимаете, да? Ты занимайся. Однажды мне Бог сказал, вот я когда уехал в Киев, у меня были, я помню, я вам говорил, достаточно сильные, ну такие, ну как бы тяжелые обстоятельства, как бы. Ну и оно тянулось очень долго. Оно тянулось очень долго, неразрешенное. И я почему оказался в Киеве, я вам не говорил. Потому что мои друзья, они за границей работали в Португалии. И они для меня приготовили место даже. Я должен был ехать в Португалию, я уже ехал за визой в Киев. Я уже ехал с вещами, должен был получить визу. Они мне купили паспорт заграничный, сделали. Все сделали сами. Я даже ни копейки денег в это не вложил. Они мне купили паспорт, загранпаспорт. Хотели помочь мне вот так вот, ну, выбраться из этих всех, как бы, передряг, то есть, как бы. И я ехал в Киев за визой для того, чтобы выехать в Португалию и там работать водителем и садовником у шерифа. Я должен был там местного. Притом в курортном городе, в курортной зоне. Это все равно, вот как в Крыму, там в Ялте, вот так вот. Вот такое место для меня приготовили. Хорошие деньги, хорошая машина, там джип был. Я должен был поехать просто вот так вот там, газончики постричь, повозить шерифа. Притом шерифа, когда вы возите, вы там можете, ну, реально человек обладает властью. Вы понимаете, да? То есть, ну, при том в хороших очень отношениях, как бы, и они долго готовили это место, там несколько лет. Я мог получить там зеленую карту, и можно там было как бы остаться вообще. И я приехал в Киев, и что-то там не клеилось с этой визой. Там вот эти события в Югославии были, шенгенские визы, там, ну, как бы, немецкое посольство там как бы так очень, как бы, тщательно все проверяло, понимаете, да? Там очень много беженцев было, как бы, из Югославии, то есть, в эти вот страны Европы, как бы. И они, как бы, ужесточили контроль, то есть, очень мало, только, как бы, это. И вот не клеилось с этими визами. И я там завис, там, там уже неделя проходит, я там вешу вторая. А там вот в миссии были такие служения поклонения. То есть, ну, ты приходил там и просто молился, поклонялся Богу, стояли инструменты, стоял микрофон, кто хотел, там, у кого было слово, там, пророческое, или, там, молитва, подходили, молились, то есть, как бы, люди приходили, уходили, это такая вот, как бы, текучка была. И я ходил, потому что вот этот вот друг, с которым я работал на фирме, он уже был в этой миссии, как бы, администратором. И он мне говорит, давай, приходи на служение, пока ты там, у тебя решается, то ходи. И я вот хожу, поклоняюсь, там, это, молюсь, и Бог мне говорит, это не твоя война, это моя. Ну, Бог, я хочу, ну, как бы, разрешить, оно мне мешает служить, как бы, и все. Он говорит, это не твоя война, а ты стой, ты служи мне, и стой и смотри на спасение Господне. И в моей жизни так и произошло. Я, служа Богу, не работая, где-то, ну, в бизнесе, я сумел погасить эти все задолженности, и там немалые деньги были, поверьте. Меня и к судам привлекали, и к... Бог везде меня защищал. Так, я когда, я помню, здесь вот еще учителя приезжали, и я прихожу к Валентину Романовичу, и там вот наш директор МГБИ, тоже самой главной женой. и я говорю, надо ехать, там на суд вызывает, там прокуратуру, то есть, как бы, к следователю, то есть, как бы, там уже тяжбы такие, как... И мы молимся, я сажусь в автобус, я только сажусь в автобус, представьте, я вижу, как два ангела, так, фу, сбоку. Как только автобус тронулся с места, два ангела сопровождали, автобус, ну, как бы, реально, как бы, на протяжении всей дороги, зима скользкая, и вообще транспорт движения перекрыто, и этот автобус едет, и вот до самого конца, при том, что, вот когда в автобусе зимой много людей, там топят, да, эти большие там, но, и окна, они замерзают, то есть, они, как бы, налить такая на окнах. И представьте себе, по всему автобусу, по всему автобусу, замерзшие окна, у меня окно, единственное, с моей стороны, чистое. Вот так, с одной и с другой стороны. Вот где я сидел, вот в этом ряду, как бы, вот с одной и с другой стороны окна чистые. Я вот как духом вижу их, то есть, я не вижу их физическими глазами. Я как духом вижу. И самое интересное, я вот как сел, а я одевал, только садился, одевал наушники, включал себе там песни про славление, и ехал, и как бы так, ну, как бы пребывал вот в этом, знаете, то есть, как бы, и я вот одеваю эти наушники, и говорю, и я вижу этих ангелов, вот чувствую их присутствие, реальное, как бы, огромнейших при том, как бы, и я говорю, как твое имя? И я слышу, Аламот. Аламот. И я когда приехал, и Валерия Ивановича, у меня это слово, оно вот сидело, вот здесь, вот, вот как бы, постоянно. Я приезжаю, и подхожу к Валерию Ивановичу, к нашему Деме, говорю, Валерий Иванович, вы знаете, такое слово вообще есть, это Аламот. Он говорит, да, это, Аламот, это в зависимости от произношения, сифарского и ашкеназского. На сифарском, Алам, Аламов, а на Ашкеназии, Аламот. Или наоборот, я тут что-то не помню, Аламов и Аламот. И это означает вселенский. А потом я уже в Библии нашел как бы место, где сказано, псалом такой-то на орудии Аламов. На музыкальном орудии Аламов. Даже название орудия есть такого музыкального, такого инструмента. Поэтому, когда вы находитесь в Божьей воле, когда вы являетесь поклонниками Божьими, то есть Бог вас будет защищать везде. Субтитры создавал DimaTorzok